Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Я сегодня хочу сделать обращение, но прежде чем это обращение сделать, я хотел бы проинформировать вас, какая обстановка сейчас складывается по всему Казахстану. На наш штаб со всех сторон выходят активисты, передают информацию, но, к сожалению, в связи с тем, что интернет в Казахстане регулярно отключает, мы получаем информацию, скажем, не всегда точную, она идет с запаздыванием, но, тем не менее, в целом по стране вот ситуация, на наш взгляд, следующая. Ну, во-первых, вы уже знаете, что на территории Казахстана вошли войска, так называемые ОКДБ или ОДКБ, а на самом деле, что вы понимали, ОДКБ это Россия, это конкретно Путин. Армяне там буквально их меньше сотни под видом, что якобы это миротворческая организация обедненная, это все ерунда, за всем этим стоит Россия, и мы сейчас можем квалифицировать, что Казахстан Путин начал оккупировать. Нас убаюкивали Китаем, нас запугивали Китаем, и, конечно же, на самом деле мы понимали, что агрессивный есть Путин, который будет искать любую возможность, чтобы захватить Казахстан, он будет искать любую возможность, чтобы построить что-то похожее на Советский Союз. Мы слышали, как его депутаты, как Жириновский, Никонов и другие, озвучивали, что северные территории принадлежат России и так далее. Мы все прекрасно понимали, что это говорит Путин, он как бы дает понять, что при определенных обстоятельствах мы эти действия осуществим, поэтому ходите тихо молчите, как Russian Today, руководитель Маргарита Симоньян заявила, они не должны туда-сюда, имеется в виду Назарбаев, шататься, знать, кто начальник. И выставила ряд требований, фактически озвучила слова, которые хотел бы озвучить Путин, но, скажем, делал проверку. Итак, что происходит? Я еще раз хочу сказать, мы находимся сейчас в ситуации оккупации. Я хотел бы сначала обстановку сказать, что происходит в регионах. Такие города, откуда начались протесты, как Жан-Аузень, Ахтау, хотя власть непрерывно распространяет информацию, что якобы протестующие собрали вещи, зачистили площадь и ушли, все это вранье. Только в Ахтау стоит свыше 10 тысяч человек. Большая многотысячная масса была днем Жан-Аузени, по городам в Уральске, Атарау и других городах. И известно, что в этих городах протестующие говорят, что власти там как такого нет, власть в руках народа. И различные протесты идут в других областных центрах. Я, к сожалению, точной численности не могу сказать, но протесты не утихают. Эксцессы и острейшие ситуации пока только в Алматы. Что делает власть? Они, пользуясь тем, что выключили интернет, они пытаются дезинформировать протестующих, сказать, что все их требования удовлетворены, что Назарбаев якобы все снят. Это распространяется по средствам массовой информации не только в Казахстане, но и по всему миру. Вы должны знать, что в Конституции написано, должность председателя Совета Безопасности у Назарбаева пожизнена. Его снять невозможно. Для того, чтобы его снять, нужно, чтобы депутаты двух палат проголосовали за новый закон, поменяли, изменили возможность, чтобы у председателя Совета Безопасности были такие возможности. Этого не было. Вот он сегодня вечером, что называется, ушел, утром пришел. Поэтому с точки зрения юридической, все юридические возможности конституционные у него остались в руках. И он и с точки зрения Конституции контролирует власть, и с точки зрения реальности все в его руках. Ушел якобы в отставку Карим Асимов, ближайший его помощник. Он просто управляет параллельно этим ведомством, потому что там сидит работник дипломатической структуры, Министерства иностранных дел. Он не в состоянии управлять. То есть фактически ничего не поменялось относительно 2019 года. Когда в 2019 году сказал, я ухожу, вы очень быстро убедились, что он никуда не ушел. Теперь он делает снова ход. Вроде как бы он ушел, при этом Конституции все его возможности, что он ельбасы, там лидер нации, что он не подсудим, все это осталось без изменений. Поэтому вы не должны заблуждаться. И наши протестанты на западе Казахстана это прекрасно понимают. Когда им говорят, что все ваши требования удовлетворены, и правительство ушло в отставку, что Назарбаев даже бежал из страны, что якобы он находится в Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, протестующие не верят. Они говорят следующее. Когда демонстранты в Астане, в Алма-Ате, выйдут с заявлением, что все, власть пала, режим пал, тогда мы поверим, что все это произошло. И поэтому вы можете увидеть и узнать в социальных сетях, вы получите подтверждение, что протестанты там стоят. Это мирные митинги. Мне задают вопрос, что делать дальше. Я по этому поводу сейчас откомментирую. Мы должны понимать, что сейчас фактически именно Назарбаев сдал суверенитет страны. Мы еще раз хотим сказать, что Такаев это просто мебель, которая просто озвучивает слова, которые поручает ему озвучить Нурсултан Назарбаев. И никто не должен обманываться, никто не должен верить, что якобы некий конфликт, якобы Нурсултан Назарбаева снял Такаев. Он его снять не может даже по нашим законам, потому что в Конституции прописано. Он пожизненный. Вы не должны обманываться, что якобы его родственники не на этих должностях ключевых правительственных. Тимур Кулебаев не имеет никакой должности, но он контролирует Министерство энергетики, правительство, Акимов. Он контролирует продажи нефтепродуктов, газа, нефти по всей стране. И гигантское количество активов управляется ими, при этом он не владеет никакими должностями. То есть это мафиозная система, где вся верхушка просто интегрировалась в бизнес Нурсултана Назарбаева. Они являются его ближайшими помощниками, а быть, а если говорить точнее, это подельники. Поэтому эта мафиозная группа, им законы не нужны, хотя и законы они оформили. Эта мафиозная группа контролирует целое государство. Вот это мы должны понимать. И сейчас, когда Мурсултан Назарбаев вдруг осознал, что он теряет бразды правления, теряет контроль над властью, он фактически поручил Такаеву обратиться за помощью к Владимиру Путину. И мы сейчас четко можем говорить, что он сдал суверенитет страны. Теперь по Алмате. По Алмате мы знаем, и видеокадров достаточно, что жертвы среди мирного населения. Хотя сегодня распространена информация, что якобы 18 человек погибло среди полицейских, 18 силовиков, как они озвучили, свыше 700 ранено, свыше около 2,5 тысяч задержано. Вы понимаете, что власть лжет. Таким образом, они хотят представить, что погибли только силовики, а мирные граждане якобы только ранены. Вы все прекрасно знаете, что это не так. Поэтому я обращаюсь к родственникам, я обращаюсь к врачам, чтобы они раскрывали эту информацию, выставляли в социальных сетях имена, фамилии. Все это должно быть расследовано. Отключив именно интернет, эта власть пытается манипулировать реальной ситуацией в нашей стране. Они хотят скрыть масштабы своего преступления, как в свое время было в Жанозене. Они хотят таким образом увести от ответственности Нурсултана Назарбаева и его ближайшее окружение. Мы все должны знать. Людей еще какие-то сомнения есть. Они говорят, были погромы. Да, были погромы. Кто их организовал? Сама власть. Я хочу сказать, что наши сограждане должны шире посмотреть на эту ситуацию, не смотреть только на масштаб своего города, но смотреть, какие события происходили в других государствах. В Украине были идентичные события. Янукович, чтобы свасти свою власть, понимая, что он не может применять, скажем, структуры государственные по принципу беспредела, потому что есть закон, конституции, и полицейские отказывались, они применяли криминальные методы. Нанимали бандитствующих элементов, платили им деньги, те избивали людей, громили магазины. И таким образом формировали у людей население мнение, что якобы это не мирные протесты, а это бандиты, мародеры, которым нужно применить силу. И в Украине были так называемые тетушки, тетушки, которые увозили активистов в лес, их убивали и так далее. В Казахстане власть применила те же самые приемы. Вы видите, знаете, это криминальный авторитет, Арман Дикий или Дикий Арман, который все время говорил, что его власть преследует, якобы он в Турции. Он свободно появился в Казахстане, он был на площади, протестующие его закидали палками, бутылками и выгнали его оттуда. Вот именно эта бандитская группа получила в руки оружие, они громили магазины, банкоматы, к ним, конечно же, потянулась какая-то маргинальная часть, которая обязательно участвует в протестах, всегда это бывает такое. И таким образом власть исключительно специально создала ситуацию, что якобы это не мирный протест, а якобы это бандиты. И многие еще продолжают верить. Мы должны еще раз сказать, все эти провокации организовал режим. Теперь вы задаете вопрос, почему, для чего использовали этот криминальный авторитет Дикого Армана, который организовывал погромы, провоцировал расстрелы, чтобы дискретировать мирные протесты. Мирные протесты и в глазах граждан, и в глазах Запада. Западному миру они хотят сказать, что применение силы было обосновано, что мародеры все громили, убивали самые главные людей, поэтому они были вынуждены применить силы, таким образом оправдаться перед мировым сообществом. Вы все прекрасно знаете, что семья Назарбаева владеет гигантскими активами за рубежом, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по многим странам мира. И чтобы решиться на такие действия, им нужно было найти оправдание, что они были вынуждены это сделать. Вот, собственно, специально для этого и были организованы эти бандиты, которые изображали, что это якобы протестующие. Мы получаем огромное количество видео подтверждением того, что я говорю. Мы их сейчас систематизируем, и получаем подтверждение и понимание, кто организовал провокацию. Я хочу сказать, напомнить вам события в Жанозине 2011 года. Там было так же. Вы помните, на сцене появились люди, одетые в черные, под видом нефтяников. Они просто переворачивали звукоусиливающие технику. Там жгли елку, в конце концов, банкоматы. И потом они куда-то исчезли. Хотя там везде есть камеры, около банков. И мы давно знаем, что все эти провокации организовывала власть. И затем начали говорить, что некие хулиганы. А потом наступил момент, через 10 лет Нурсултан Назарбаев заявил, что оказывается во всем не давата бляза. На самом деле, то, что происходит в Алма-Ате, повторяется, но в больших масштабах, как в Жанозине. Еще в больших масштабах. Больше жертв, больше погромов. И это все делала власть. Именно власть все громила, сжигала, организовывала нападения. Они имитировали, что якобы это не мирный протест, а это мародеры. Мы сейчас обратились к международному сообществу. Мы обратились к главам государств, президенту США, главам государства европейского сообщества, чтобы против Назарбаева у ближайшего окружения были применены санкции, чтобы были арестованы их активы. Мы будем работать, предоставлять факты, подтверждающие действия со стороны режима на султана Назарбаева. Мы призываем демократические страны приостановить финансирование проектов, которые получает Казахстан, в связи с тем, что именно действующая политическая верхушка расстрелила мирных граждан. Нам нужно добиться международного расследования по линии миссии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза, США. Наверное, многие из вас знают, что один из очень известных сенаторов США заявил, что если эти факты наши подтвердятся, то Америка, безусловно, среагирует. Среагирует очень жестко. Поэтому сегодня я хочу сказать, что мы будем добиваться международного расследования. Будут заниматься специальные люди, которые предоставят факты. Поэтому, уважаемые друзья, мы просим все эти факты присылать нам. Все данные мы давали, данные координационного центра, WhatsApp, Telegram, просим все эти данные присылать. Я хотел бы заверить, когда новое правительство придет в власти, когда мы отстраним режим. Мы обязательно каждого человека, который погиб, как участник этих мирных митингов, обязательно будем поддерживать их всеми. Это наши герои. Герои борьбы за независимость. Вы все прекрасно знаете, что независимость, та, которая у нас как бы была, это была независимость Нурсултана Назарбаева от нашего народа. То есть он получил независимость, а народ получил рабство и режим Нурсултана Назарбаева. Вот именно сейчас начинается настоящая борьба за независимость. Потому что, к сожалению, не бывает такого, чтобы борьба за независимость была без жертв. Вот, к сожалению, эти жертвы организованы именно режимом Нурсултана Назарбаева. И поэтому я хочу сказать, что новое правительство, безусловно, не забудет никого, будет оказывать всемирную поддержку. И наши герои никогда не будут забыты. Мы знаем, что, к сожалению, такая ситуация произошла в Украине, и этих героев называли «небесные сотни». Мы не знаем количество людей, которые погибло в результате вот этих выступлений и организации провокаций со стороны власти. И мы должны провести всемирное расследование. И нужна помощь родственников, врачей, друзей. Нам нужна информация, чтобы мы могли идентифицировать, зафиксировать ситуацию. Я сегодня хотел бы в этом эфире обратиться к западному сообществу. Конечно же, мы не только я через прямое выступление свое буду обращаться, мы будем оформлять это письменно, обращаться в специальные структуры и будем обращаться с западным странам, чтобы они потребовали вывести иностранные войска с территории Казахстана. Иностранные — это конкретно, на самом деле, российские войска. Это оккупация. Мы все должны понять, это не так, чтобы безобидная некая миротворческая группа прибыла в Казахстан. Это прибыли оккупанты Путина. И поэтому, в связи с тем, что у России, у Казахстана есть обязательства международные, подписанные, есть определенные правила, которые принимают суверенные государства, мы, опираясь на эти подписанные договора, на членство ООН и так далее, будем использовать любые возможности для того, чтобы добиться, чтобы крупнейшие западные страны потребовали вывода иностранных войск с территории Казахстана. Я сейчас перед эфиром буквально разместил видео, когда российский солдат говорил, что будем мочить казахов. «Хотя представители ОДКБ заявили, что якобы они будут только заниматься охраной военных объектов, Байконур и все прочее, что на них не нападали бандиты, вы реальную правду узнаете, услышав от солдат, которые приехали с конкретной миссией. Они сказали, пьем кумыс и будем мочить этих казахов». Вот какую инструкцию они получили. Вы понимаете, что это на самом деле оккупация. И все факты уже есть. Приехали, прилетели военные представители и России, и Беларуси. И там проговорился Лукашенко, дал интервью, выступал перед своими министрами. И он сказал, что ночью, когда все эти события происходили, президенты стран ОДКБ, в частности Путин, Лукашенко, Такаев и другие, они проводили переговоры и тогда ночью приняли решение о вводе войск на территорию Казахстана. Вы понимаете, почему это произошло? Дело в чем. Вы знаете, что в Алма-Ате ОМОН перешел на сторону народа. Часть военных тоже перешло на сторону народа. Это произошло в Ахтау, в Уральске, Атрау и ряде других городов. И в этот момент Назарбаев дрогнул. Он понял, что своей армии он не может доверять, они не готовы защищать личную безопасность именно этого вора и коррупционера, они не готовы защищать украденные активы у народа Казахстана, полиция не готова защищать этого коррупционера и этот коррумпированный режим и в этот момент он дрогнул и обратился за военной помощью к Владимиру Путину. И собственно это главное. То есть Нурсултан Назарбаев, Такаев, кто угодно, кто у власти, они прекратили доверять вам, уважаемые военные, вам, уважаемые полицейские. Я сегодня смело говорю уважаемые, потому что военные и полицейские действительно переходили повсеместно на сторону народа по всей стране. Это тот самый момент, который мы ждали. Вы знаете, мы все время говорили полиции с народом, силовики с народом. И вот эти события показали, что да, это возможно, потому что на улицы страны вышли тысячи людей и военные и полицейские стали переходить на сторону народа. Уважаемые военные и полицейские, вы часть народа. Такаев издевается над вами публично. Он говорил о заботе, повышении морального духа военных, а затем пригласил военных оккупантов для расстрела мирных граждан, чтобы они, как он один сказал, российские военные, чтобы мочить казахов. Это хорошая забота, она вам нравится? Сейчас уже ситуация такова, что мы будем обращаться к крупнейшим западным странам, не только, чтобы они потребовали вывод войск из Казахстана, мы будем требовать, чтобы против конкретно Путина и против тех людей, которые участвовали, соучаствовали в оккупации нашей страны, применении различных санкций. И нам нужно действовать быстро, не как в Белоруссии. Мы, для нас, Белоруссия, конечно, является тем самым опытом, который нам показывает, что нам нельзя делать, нам нельзя медлить. Уважаемые военные, ваша функция и цель защищать нашу страну от военной агрессии. Не для того, чтобы защищать режим Нурсултана Назарбаева, а для того, чтобы защищать нашу страну от военной агрессии. Военная агрессия уже произошла. На территории нашей страны находятся оккупационные войска Владимира Путина. Поэтому сейчас в соответствии с вашей миссией я уверен, что ваша обязанность препятствовать, чтобы иностранное государство могло оккупировать наше государство. Ваша задача бороться с ней. Уважаемые полицейские, вам эта власть, этот режим не доверяет, потому что вы часть народа. вы проходите такие же испытания, которые проходит обычный народ. И режим понял, что вы не с ними. Поэтому уже доверия к вам не будет, и часть полицейских, которые участвуют в расправе над мирными гражданами, вы должны понимать, расплата на самом деле близка. Мы должны действовать энергично, мы должны все осознать, что произошла оккупация, Казахстан оккупировал Путин. Мы должны это осознать. Мы не должны думать, и верить им, что они месяц побудут, и потом улетят. Этого уже не будет. Мы оккупированные территории. Раз нас оккупировали, мы должны для себя четко действовать и понимать, знать, кто наш враг, и соответственно действовать. Препятствовать присутствии оккупационных войск на нашей территории. Я обращаюсь к предприятиям, к промышленным предприятиям. Вы стоите плечом к плечу, вас тысячи на разных предприятиях. Я обращаюсь к активным граждан нашей страны. Вот сегодня пришла информация, что на телевышку группа активистов пыталась остановить работу этой телевышки. И вот в этой связи мы должны понимать, что территорию нашей страны захватила оккупационная армия Путина, и мы должны бороться с ней. Мы должны ей мешать жить, функционировать на территории нашей страны, организовывать забастовки, блокировать дороги, создавать такую ситуацию, климат, чтобы они покинули нашу территорию. Я обращаюсь к тем, кто сейчас стоит на площадях. Ко всем вашим требованиям, требованиям отставки этого политического режима Нусултана Назарбаева, мы должны добавить туда требования, чтобы Казахстан покинули эти оккупационные войска. Нет оккупации, нет оккупации, мы должны сопротивляться. Сейчас мы должны говорить, что это не просто протесты против действующего режима, мы должны говорить об освободительной борьбе, потому что нашу страну оккупировали. Что же делать тем, кто стоит на площадях? Нам сейчас важно иметь пример, что сопротивление продолжается, нам важно, чтобы показать, что протестующих больше и больше. Я знаю, что в западной части Казахстана стоят на площадях минимум по 10 тысяч человек. Нам нужно там продолжать стоять, нам нужно добиваться, чтобы к этому протесту присоединились другие города, Астана, Алмата, другие промышленные крупные центры. Нам нужно осознать, что мы находимся в режиме оккупации, и единственный способ победить их, это численность. Нам нужно нарастить массу окематов или там, где вы стоите, нужно увеличить количество протестантов, нам нужно сопротивляться. Те, кто воевал в Гане, бывшие военные, вы все знаете, в нашей стране находится враг, и мы с ними должны вести, как с врагами, мы должны их выдавить из нашей страны, мы должны использовать все способы, чтобы их выдавить. Сейчас я говорю только о мирных способах, мирных способах, на площадях тысячи людей, палатки, это вдохновить другие регионы, мы будем организовывать международные давления, оказывать давление и требовать, чтобы против России, против Путина, против Назарбаева применили санкции, мы эту работу сейчас будем вести, я круглые сутки этим занимаюсь, работаю с независимыми средствами, массовой информации, с мировыми, мы проводим работу с различными депутатами разных стран, будем оказывать всемирное давление, давайте объеднимся, еще раз, всем, кто стоит на площадях, не расходиться, объединяться, расширяться, выходите на штаб, мы в режиме оккупации, Алга-Казахстан, мы будем бороться за независимость нашей страны.